Код да Винчи Кроме того, эта игра — наглядный пример того, как все современные достижения научно-технического прогресса могут и должны служить геймплеем. Не надо думать, что Desperados 2 — Куперс Ревенш — легкая игра. Отнюдь уже с третьей миссии перед вами открываются гигантские форты, буквально кишащие врагами. Му 3D Online — события разворачиваются на легендарном континенте, который уже тысячелетия контролирует Империя Му. Бороться придется против кровожадных и беспощадных монстров. Отличная трехмерная графика и неплохие спецэффекты. Привет! Вы не можете пройти игру? Вы снова и снова вспоминаете мою программу? И правильно делаете! Это программа «Фак». Меня зовут Борик Роттер. Каждую неделю я читаю ваши письма и даю советы по прохождению. Сегодня я начну с игры «Кот да Винчи», сделанной практически полностью по книге. Для тех, кто не читал книгу, игра может оказаться посложнее обычного квеста. Дело в том, что некоторые вопросы связаны с определенной тематикой. После прочтения книги в начале игры все будет просто и понятно. Вы, конечно же, осмотрите тело бедняжки Жака Саньера. Сразу сможете догадаться, по какому номеру звонить и что делать в уборной, чтобы избавиться от дотошного фаша безу. И без проблем подберете один из первых шифров. Как же его подобрать, спросите вы? Запросто, скажу я вам. Все загадки в книге, фильме и игре связаны с работами Леонардо да Винчи и секретом тайного общества Преорациона. Убитый Жак Саньер был одним из главных хранителей секрета, и он оставил вам очень много подсказок, чтобы вы обязательно обратили на них внимание. Еще бы, ведь мы играем за самого мистера Лэнгтона, специалиста по религиозной символике. И Саньер это прекрасно знал. Рекомендуемые системные требования. Процессор 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 64 МБ видео и 2 ГБ на жестком диске. Вам предстоит пройти 9 уровней, а также 2 дополнительные миссии, которые будут доступны после успешного прохождения игры. Геймплей условно делится на две части — квест и экшен. С квестом все более-менее стандартно. Инвентарь, занимательное комбинирование предметов и множество паззлов. Секрет успеха квестовой составляющей оказался неожиданно прост. Все задачи оказались в руках отдельно взятого гения Чарльза Сесила, директора Revolution Studios. Далее следует, собственно, экшен, который подозрительно напоминает игру Фаренгейт. Любое действие потребует от вас синхронного использования мыши и клавиатуры. С драками все еще интереснее. Как только вы вступаете в открытую конфронтацию, игра подключает к процессу специальное экшен-меню, которое предлагает действие на выбор. Решать надо в течение одной секунды, иначе получите кулаком в челюсть, и придется все повторять сначала. К сожалению, все интересные идеи аккуратно перечеркиваются чудовищным исполнением. Персонажи проваливаются по колено в унитаз, застревают в трех ящиках, буксуют, тормозят, проходят через объекты и вообще ведут себя как герои ранней бета-версии. Поэтому за геймплей я ставлю не больше трех баллов. Совершенно очевидно, что работа над кодом Da Vinci велась в режиме «сделать нужно было вчера», поэтому и графику на отлично оценить не могу. Оформление, конечно, красивое, очень интересно побывать во всех этих исторических местах. Но все выглядит как-то невнятно. За графику ставлю четыре. Звук тоже не радует, музыки и спецэффектов много, но повторяющиеся композиции сильно приедаются и иногда перебивают диалоги персонажей. Больше четырех баллов поставить не могу. А в целом я оцениваю игру на твердые четыре балла. Помимо культурно-образовательной функции, Da Vinci Code обладает действительно интересным и где-то даже уникальным геймплеем. Очевидно одно. Из всей троицы книга, фильм и игра интерактивный код Da Vinci самый интересный. Брауновская брошюрка оказалась просто ловким тасованием занятных фактов. Фильм оскороносного режиссера Ховарда прилежным переложением этих самых фактов на широкий экран. Игра, очевидно, идет дальше. Благодаря ей хочется узнать о самом Da Vinci больше. А чтобы было проще, я помогу вам понять основной подход. Практически все задачи в игре решаются простым подбором. Возьмем, например, задачу со смешиванием реагентов. Берете первый реагент и по очереди пробуете смешивать его с другими тремя. Потом второй и так далее. Десять секунд и задача решена. Даже без чтения бумажки из ящика стола. Задача с расшифровкой текста потребует всего пары минут. Здесь обычные символы алфавита заменены иероглифами. Проблем возникнуть не должно. Когда вы столкнетесь с подбором месяцев и веков, вы тоже можете подобрать правильную комбинацию за минуту. Примерно на 11 веке вы подберете соответствующий месяц. Задача решена. С часами тоже все просто. Двигаете часовую стрелку на одно деление, потом пробегаете минутный по кругу, и все. Правда, есть вариант, что для решения определенной задачи необходимо прочитать соответствующую информацию. Поэтому прочтите об органе, и справа вы увидите номер главы из книги, который очень похож на время. Флатаут 2 – это самое настоящее автомачилово. Кроме того, эта игра – наглядный пример того, как все современные достижения научно-технического прогресса могут и должны служить геймплею. Перед нами самая открытая и дружелюбная к морально неподготовленному пользователю игра за долгие-долгие годы. Итак, встречаем по-настоящему хорошую игрушку. Флатаут 2. Финны из Bugbear Software впервые объединили прелесть Ragdoll механики и хриплые мужские гонки на поддержанных авто. Они же умудрились прикрутить к этому занимательному действу физический движок уровня хавок. Полученный результат оказался, мягко говоря, поразительным. Рев форсированных двигателей, пыль в камеру крупного, масштабная демонстрация надругательств над телами водителей и прочие мужские радости во второй части оказались умноженными не в два, как мы думали, а во все четыре раза. Более того, сиквел оказывается предупреждением, в котором авторы убедительно просят пристегиваться во время вождения автомобиля и заявляют, что ни Empire Interactive, ни Bugbear Software ни в коем случае не поощряют весь тот беспредел, в который вы сейчас будете играть. FlatOut 2 доводит все, что нам нравилось в первой части, до абсолюта. Это три с лишним гигабайта свежевыжатого тестостерона, приправленные школьными уроками физики. Но чтобы завести эту колымагу, вам потребуется диск от Буки, официального издательства в России. Процессор с частотой 2,5 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. С точки зрения содержимого, FlatOut 2 аккуратно множит все статистические данные оригинала, то есть еще больше и еще лучше. Вот, скажем, заезды на перегонки. Они отныне происходят в трех классах – дерби, гонки и стритрейсинг. Каждая гоночная категория представляет собой серию кубков, за которые предстоит побороться. Кубки – это, в свою очередь, трассы, и их может быть от трех до пяти шестих. И вот здесь начинается самое интересное. Во-первых, деньги зарабатываются не только победой в заезде. Даже если вы пришли четвертым, по итогам соревнования вам обязательно начисляется некоторая сумма. Небольшую премию можно получить, скажем, нанеся небольшой урон на трассе. Во-вторых, есть и другие способы заработать на пропитание. Выбрасывание вражеского водителя из машины, фигурное переворачивание конкурентов, рекорд круга и прочие приятные достижения. Кроме классических гонок и дерби, в Багбир также придумали 12 зловещих соревнований, вроде «Выброси водителя из машины как можно дальше» или «Сыграй водителем в боулинг». Эти самые мини-игры доступны для совместного времяпрепровождения и вызывают у неподготовленных игроков совершенно неприличное гиканье. Понятно, что к гонкам подобные забавы имеют весьма опосредованное отношение. В начале заезда вам выдается специально разработанное для мини-игр авто, у которого в задней части расположено по две гигантские турбины. Авто ревет, разгоняется до каких-то космических теростей и служит чем-то вроде шаттл для запуска многострадальной тряпичной куклы в воздух. Одним словом, FlatOut 2 круглый отличник. По всем параметрам игра набирает 5 звезд. Надо отдать Багбир должное. Они превратили мини-игры в настоящее визуальное пиршество. Во-первых, в финальные секунды перед свободным полетом визжащего водителя действие переходит в пижонское слоу-мо. Во-вторых, вокруг происходит натуральный праздник. Фейерверки, девушки, языки, пламени из выхлопных труб. Нормальная, в общем, мужская обстановочка. А чтобы ничего не мешало таким вот пиршествам, я дам вам несколько советов по игре. Вопрос. Как быстрее зарабатывать деньги? Стараться приходить все время первым или учинять на трассе беспределы получать бонусы за это? Ответ. В начале любой гонки старайтесь разнести все, что только попадется вам под колеса. Врезайтесь с соперников, прыгайте с трамплинов. Но за круг, а лучше за два до конца гонки советую взять себя в руки и на заработанном азоте постепенно обогнать всех соперников. Вопрос. По каким параметрам лучше подбирать себе машину для гонок? Ответ. Прежде всего старайтесь взять машину с максимально лучшим управлением и хорошим разгоном. Это пригодится для того, чтобы сорваться с финиша первым и разрушить как можно больше объектов на трассе. Хорошее управление может вам помочь проходить повороты на максимально больших скоростях. Такой же тактике следует придерживаться и при выборе апгрейдов. Прежде всего, быстрый разгон и управление. Смотрите во второй части программы. Мул 3D Online. События разворачиваются на легендарном континенте, который уже тысячелетия контролирует империя Мул. Бороться придется против кровожадных и беспощадных монстров. Отличная трехмерная графика и неплохие спецэффекты. Не надо думать, что Desperados 2 Cooper's Revenge – легкая игра. Отнюдь уже с третьей миссии перед вами открываются гигантские форты, буквально тишащие врагами. Смотрите во второй части программы. Не надо думать, что Desperados 2 Cooper's Revenge – легкая игра. Отнюдь уже с третьей миссии перед вами открываются гигантские форты, буквально кишащие врагами. Мул 3D Online. События разворачиваются на легендарном континенте, который уже тысячелетия контролирует империя Мул. Бороться придется против кровожадных и беспощадных монстров. Отличная трехмерная графика и неплохие спецэффекты. Игра Desperados, несмотря на ее выпиющую вторичность, очень захватывающая. Да, это хамский клон Командос. Да, там не было практически новых идей, но Spellbound с характерной немецкой тщательностью отрисовали удивительной красоты декораций и перекрутили к ним зубодробительной сложности геймплей. В Desperados образца 2001 года было интересно играть. А сейчас я расскажу вам о продолжении. Desperados 2. Cooper's Revenge. Продолжение ждали не особо сильно. Жанр подзабыт, а Spellbound уже давно ничего не слышно, а тема Дикого Запада недавно была раскрыта в шутере Gun. Desperados 2 обладает лишь двумя относительно ощутимыми нововведениями. Во-первых, это тот самый трехмерный движок, который издалека даже умудряется производить приятные впечатления. Во-вторых, новый экшн-режим. Отныне, нажав на определенную клавишу, вы действительно получаете управление над выбранным персонажем. То есть ходьба клавишами W, A, S, D, камера за спиной, индикатор видимости, слышимости и прочие стелс-атрибуты. К сожалению, этот, казалось бы, красивый ход не срабатывает. При максимальном приближении трехмерный движок неожиданно обнажает свои неприглядные стороны. Персонажи прескверно анимированы. У них вместо рук размытые обрубки, сплошь покрытые какими-то пигментами пятнами. Как позже выяснилось, это текстура кожи. Зато рекомендуемые системные требования приятно порадуют. Процессор 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 4 ГБ на жестком диске. Экшн-режим. Будь он выполнен на должном уровне, мог бы оживить излишне условный геймплей Desperados. Но условности вместо этого лишь прибавляется. Открыть дверь, не убрав оружие, нельзя. Взаимодействовать с другими персонажами тоже нельзя. Отдавать удаленные приказы не положено. В итоге хваленый вид от третьего лица превращает неуклюжую стратегию в предельно скверный экшн. За геймплей ставлю 4 балла. Звук порадовал хорошей озвучкой главных героев. Правда, музыка разнообразием не блещет. Снова 4 балла. Трехмерный движок, вроде как призванный облегчить нам жизнь, дает обратный эффект. Фигурки толкутся в проходах, путаются в собственных полигонах, а вредительница камера иной раз не позволяет заглянуть в здание. И без того нелегкая игра становится сущей пыткой. За графику больше 4 баллов поставить тоже не могу. Здесь же абсолютно невменяемый искусственный интеллект. Враги не замечают пропавших товарищей. По полминуты таращатся на найденное под кактусом бездыханное тело и детсадовской гурьбой прут под пули. Скрипты периодически глючат, в результате чего ключевые персонажи замирают перед лошадью, на которой они по сценарию должны были ускакать в ночь. Больше 4 баллов за общее впечатление от игры поставить не получается. Зато это твердая четверка. Ситуация довольно печальная. Трехмерный движок все испортил. Идеальная формула геймплея размокла и перестала работать. С сюжетом тоже беда. Он представляет собой набор банальностей, плохо рассказанных то ли при помощи комиксов, то ли фотографий. Индейцы, легенды, родственная месть, стрельба с лошади. Все это совсем недавно мы смаковали в ганн. Однако для начинающих фанатов Деспирадос у меня есть пара советов по прохождению. Не надо думать, что Куперс Ревенш – легкая игра. Отнюдь. Уже с третьей миссии перед вами открываются гигантские форты, буквально кишащие врагами, хоть и тупыми. В сочетании с несусветным управлением и орлиной меткостью противников, все вышеперечисленное дает весьма сомнительный результат. Поэтому в самом начале аккуратно зачищаем местность вокруг форта. Я это делал от первого лица. Не спеша и очень осторожно выносим местных аборигенов из пистолета. Стараемся вообще не трогать снайперскую винтовку, она вам еще пригодится. Если не получается с одной стороны, идите в другую и всегда следите за тем, что происходит у вас за спиной. После зачистки поднимаемся на гору и не спеша выносим практически всех бандюк в городе. Именно для этого и нужно экономить патроны. А теперь самое сложное. Как выбраться из форта, когда вас уже трое. Придется использовать весь арсенал. Пистолет, винтовку, бензин и даже динамит. Сразу прячетесь в укрытие. Потом аккуратно убейте из пистолета соседних головорезов. Дальше нужно будет расчистить себе дорогу бензином и динамитом. А вот пулемет использовать практически негде. Скорее вас пристрелит, чем вы попадете в кого-нибудь. Когда вы доберетесь до главного входа, станет полегче. Вам придется красться по крышам и планомерно отстреливать пушечное мясо. Знаете, а ведь мы в нашей программе ни разу не говорили об онлайновых играх. Непорядочек. Взяв в руки веник, швабру и ведро, мы разгребли кучу мусора и нашли замечательную игру. Мул 3D Online, разработанную компанией WebZen в январе 2004 года. События разворачиваются на легендарном континенте, который уже тысячелетия контролирует империя Му. Со временем власть центрального правительства стала терять силу, и феодалы начали борьбу за престол. Эта кровавая вражда разоряла землю и разрушала основы ее общества в течение долгого времени. Одному из лордов почти удалось завоевать страну Му. К этой идее его подтолкнул злой волшебник по имени Лемулия, который бесконечно рассказывал лорду о большом дьяволе тьмы, боге Кундун, жившем тысячу лет назад еще до рождения империи. И тот, кто отдаст себя во власть темному богу, будет правителем целого мира, а не только империи или континента. Ослепленный этим лорд легко попался на уловку волшебника. Жестокая армия лорда сумела захватить святыню, в которой находился магический камень, удерживающий злого бога. В час, когда пришло время пророчества и лорд уже потирал ручки, надеясь стать властелином мира, волшебник стал произносить странное заклинание над камнем. Раздался грохот, и дьявол тьмы возродился из-под сдерживающих чар. Теперь вся эта земля — моя собственность. Только слезы и кровь будут наполнять эту землю. И восемь частей магического камня рассеялись в каждом уголке обширного мира Му. Единственная оставшаяся надежда спасти континент — это найти восемь осколков и запечатать дьявола тьмы обратно в преисподнюю. Рекомендуемые системные требования — процессор с частотой 500 МГц или выше, 64 МБ оперативной и 16 МБ видео памяти. Бороться придется против кровожадных и беспощадных монстров. Пауки-мутанты идеально подходят для начальной прокачки героев. Бадж-драгон — детеныш дракона — сравнительно небольшой монстр и двигается не очень быстро. Но главное при борьбе с ним опасаться пауков, которые могут подключиться к схватке. Буллфайтер — монстры, созданные путем слияния душ, жаждущих сражения воинов и тел мертвых коров, в которых они вселились. Геант — главный монстр в Лоренсии, происхождение которого неизвестно, известно одно — кто вытерпит натиск огромного двуручного топора уже не новичок. Разносторонняя игра в Му не только позволяет игроку сражаться против монстров, но и взаимодействовать с другими персонажами. Поскольку персонаж медленно развивается, вы будете поражены разнообразием игры и путями развития вашего героя. В мире, созданном компанией WebZen, погодные явления мало чем отличаются от реального мира, но все же есть различия. Например, во время путешествия по Лоренсии можно столкнуться с внезапными обильными ливнями и в снежных областях, подобно Дариас, наткнуться на обширные и, по-видимому, никогда не заканчивающиеся бураны. Му Онлайн представляет огромный выбор оружия, предметов и заклинаний. Это глобальная онлайновая РПГ, впитавшая в себя все лучшие качества массового мультиплеера. Отличная трехмерная графика и неплохие спецэффекты заслуживают высшей оценки. Пять звезд, огромный мир с неизведанными и влекущими просторами, кровожадные орды сил тьмы и хаоса, возможность собирать кланы от мелких мобильных групп до огромных неуправляемых масс. Все это создает уникальный и захватывающий геймплей, также пять звезд. Кроме того, легкое управление, предоставленное в Му, было создано таким образом, чтобы любой мог наслаждаться игрой без профессиональной помощи. Звуковое оформление не уступает всем остальным параметрам и также оценивается в пять звезд. А в начале игры вам предстоит выбрать одного персонажа из трех основных классов героев. Могучего воина с мечом, мудрого мага Дарк Найт или меткую лучницу эльф. Когда же вы достигнете 250 уровня, вам откроются еще два героя. В игре предусмотрено около 300 тысяч комбинаций брони, оружия и защитных инструментов, каждая из которых имеет свой собственный потенциальный уровень защиты, атаки или цвета. Так что, надеюсь, мои советы хоть чуть-чуть, но помогут вам разобраться во всем этом разнообразии. Самый частый вопрос — это как быстрее качаться. Во-первых, использовать магию и скиллы вещей, а также в игре существует понятие пати. Это когда несколько игроков объединяются в одну группу. Когда ты качаешься в пати, тебе идет больше опыта. Главное, чтобы в пати состояли игроки разных классов, например, эльф, маг и воин, и были примерно одинакового уровня, иначе распределение опыта от убитых монстров будет неравномерным. Небольшой совет — на пати можно также и зарабатывать. Еще один вопрос — что такое рена? Ответ — никто не знает, что такое рена и для чего она нужна. Очень часто на форумах встречается вопрос — что такое хаос-машина? Хаос-машина — это такая штука, с помощью которой можно создавать амуницию более высокого уровня, фрукты для улучшения характеристик персонажа, а также уникальные шмотки, просто так найти которые нельзя. На сегодня все. Чаще задавайте вопросы по прохождению игр. Пишите мне на faqsobaka.moos.tv.ru. Я обязательно отвечу. С вами был Борик Ротер. Спишемся в форуме Муз-ТВ. Увидимся в эфире. Пока!